так мы начинаем наш разговор у кого есть вопросы можете задавать когда пытаюсь открыть сердце и открываю к людям начинает течь к людям то очень быстро приходит ум и возникает привязанность к этим очень быстро приходит все остальное приходит боль и разная остальная часть и после этого хочется закрыться чтобы это отрезать это как замкнутый круг это хорошо что ваше сердце открывается когда бы ваше сердце не открывалось вы чувствуете любовь и любовь хочет делиться и тогда любовь начинает течь но у нас есть ум и та любовь которую вы можете понять это любовь ума потому что мы в уме и скоро приходит ум и превращает вашу любовь привязанность любовь не причиняет боль это ясно это очень любовь любовь никогда не причиняет боль когда бы вы не испытывали вы будете в радости любовь приносит радость но у нас есть привычка у нас есть эго ум и ум запрыгивает во все ум желает контролировать все даже вашу любовь и когда он приходит ваша любовь начинает меняться когда вы смотрите на любовь через ум тогда эта любовь становится привязанностью тогда просто начинаются расчеты я даю любовь что я получу взамен сколько я должен дать сколько я не должен давать вдруг начинается это математика эти расчеты потому что он всегда в расчетах он никогда ничего не делать без предварительного расчета что он получит взамен я буду давать но что я получу взамен это не любовь это просто бизнес давать и получать я отдаю и я должен получить взамен за это и вся эта любовь то что вы называете любовью то что вы думаете является отношениями вы думаете что это любовь но на самом деле это не любовь та любовь о которой говорит мастер которые говорят будды они говорят не об этой линии они говорят о безусловно просто давать и не думать о том что получить взамен это переливающийся через край как солнце как цветок 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 дает 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 свой свой аромат и никогда не думаешь когда он получит взамен если кто-то приходит сколько я должен дать должен ли отдавать вообще цветок не делает таких расчетов он просто течет если кто-то получает хорошо если не получает тоже он наслаждается своим потоком он наполнен ароматом и он хочет делиться им он наполнен энергией его и он хочет делиться чтобы эта энергия распространялась и его аромат идет если кто-то рядом находится его аромат будет идти очень далеко повсюду вокруг и кто-то сможет почувствовать тот кто чувствителен может почувствовать когда ваш ум приходит ум высасывает все всю вашу радость всю вашу любовь но у нас есть ум мы живем в уме мы действуем через ум 24 часа и когда он запрыгивает тогда ваша любовь становится привязанностью хочет быть привязанным это его топливо не может жить без привязанности иван самбарит он хочет кого кому он смог бы сказать что ты мой ты мне принадлежишь и тогда он существует чем больше у вас есть или вашего тем больше у вас ума больше собственничество более ума больше это когда у кого-то заканчивается у майки заканчивается его собственное собственничество степенно заканчивается его отношения мои моя семья заканчивается когда вы ничего не можете сказать что это ваше тогда его тоже не может там находиться это создается через ум чем больше вы распространяете свое чувство собственничество тем больше вашего и это и когда она приходит она не может лежить без привязанность это его основа и когда ваша привязанность заканчивается вдруг вы обнаруживаете что ваш ум тоже заканчивается что ваше эго заканчивается поэтому говорят о медитации что делает медитации постепенно она заканчивает ваше чувство мое и как заканчивается когда ваша энергия возвращается к вам когда ваша энергия возвращается к вам автоматически внешние ваши вещи которые считаете своей собственность заканчивается когда вы абсолютно с собой полностью с одни и вы можете увидеть никакой энергии не течет круг другим нет никакого моего когда вы приходите к себе к самости вы получаете очень четкое понимание понимание которое показывает вам что да у меня есть жена есть муж ребенок родители и много других отношений просто но если ваше понимание очень ясно вы знаете это просто на время ну а не мы не никто здесь мне не принадлежит однажды кто знает я или они уйдут первыми тогда кто останется кто будет моим мужем кто будет моей женой тогда вы оставите тело и все закончится если вы понимаете эту вещь тогда вы не будете создавать привязанность но мы живем через долгое долгое время эту жизнь и все предыдущие жизни только с этим одним умом который вы управлял вам вами и у него есть привычка он не может быть без этого как только его собственничество заканчивается автоматически тоже заканчивается ум только существует настолько насколько у вас есть чувство собственничество что что-то вам принадлежит но он хочет быть привязанным его фут пища не случается он не получает свою пищу и тогда однажды он упадет и и конечно когда у вас есть привет любовь заканчивается любовь и привязанность враги у вас есть либо любовь либо привязанность либо у вас есть сердце либо у вас есть либо сестра вес свет либо темнота но мы должны жить в темноте очень трудно жить в свете потому что там вас нет ваше я заканчивается ваше эго заканчивается хочет создавать даже когда если все начинает заканчиваться снова создаете среди вас это много часто происходит вдруг кто-то вдруг в паре парень и девушка и девушка вас оставляет она идет другому мужчине и этот парень чувствует тот момент большую боль ой она меня оставила она меня не любит вы чувствуете разочарование и тогда большая боль и в этой боли вы решаете все никогда я не посмотрю не она одну другую вообще не на одну женщину и не на одного мужчину своей жизни больше не буду смотреть лучше я буду жить один но и без всякой боли 23 месяца так проходят и затем снова начинаете смотреть вы просто забываете ту боль которая случилась два месяца вы готовы снова испытать эту боль вы знаете что она придет снова та же боль что придет вы знаете но ум не может быть без этого не может быть без привязанности потому что когда вы одни конечно ваш ум будет слабеть и слабеть и однажды он закончится и когда ум заканчивается вы чувствуете что вас нету вы тоже заканчиваете вас больше нету ваше существование под угрозу никто не хочет умирать что есть будда будда это тот кто ни к чему никому не привязан ни к чему даже к своему телу потому что он знает что это тело не будет со мной все время если это тело не я как отношения этого тела могут мне принадлежать вот это понимание если вы понимаете что не мое тело что это тело не мое я просто пользуюсь и мы однажды я должен его оставить просто как платье как одежда но если вы будете привязаны будете привязаны также и к вашей одежде вы можете привязаться к своей комнате к своей машине к своему скутеру к чему угодно вы можете привязаться к своим волосам женщины в основном очень сильно привязаны к своим волосам не то что мужчины не привязываются к волосам они тоже можно привязаться к чему угодно потому что вы думаете что это я и в тот день когда вы познаете что это тело не есть вы вы поймете как отношения этого тела могут вам принадлежать конечно нет и тогда вдруг ваше эго падает потому что никакого собственничества нет но он хочет быть привязан вы знаете что если я привяжусь снова та же история начнется вы знаете что три месяца назад когда мой парень оставил меня он причинил мне такую боль и тогда вы решаете я больше никогда не буду я ненавижу всех мужчин ни на кого не буду смотреть я обещаю существо что я никогда не буду посмотрю ни на одного мужчину но три месяца вы уже все забываете начинаете искать смотреть и потом находитесь и начинается та же история когда вы начинаете привязываться и снова будет тем более потому что привязанность конечно причиняет боль привязанность приходит гнев приходит жадность приходит собственничество ревность все это начинает приходить очень трудно быть в любви и сохранять любовь любовь может выскользнуть в любой момент ум может увести всегда в любой момент и когда любовь уходит ум счастлив да я победитель иначе он знает если вы будете идти идти больше в любовь он должен будет закончиться он знает это очень хорошо и он не хочет позволять вам этого но постепенно придет понимание будете идти в любовь потом идти в привязанность снова боль потом снова будете говорить нет я не хочу и каким то образом одна вещь происходит когда вы начинаете идти от любви к привязанности и от привязанности к боли с этой боли вы говорите я не хочу любить никого вы закрываете себя это неправильно вы должны учиться тому как быть в любви и как не привязываться при этом вот это главная вещь а в основном происходит так что мы закрываемся я не хочу видеть никакого мужчину никакой женщины это означает что вы привязаны что вы закрыты вы закрываетесь для всех когда вы закрываетесь для всех ваша любовь высыхает она заканчивается тоже и это тоже неправильно так что мы должны смотреть как быть в любви и как не быть при этом привязанным вот этому вы должны научиться и это самая трудная вещь Кабира говорил он говорил любовь любовь дорога любви он говорил очень узка даже двое не смогут пройти по ней вы должны пройти по ней в одиночестве но мы хотим взять нашу мать отца нашу жену мужем мы хотим мы хотим забрать их в любовь но когда вы их забираете любовь заканчивается даже двое он говорит не могут пройти только один только вы можете пройти по этой дороге вы не можете взять с собой никого поэтому он говорит что любовь это есть полное одиночество и на самом деле когда вы полнылили когда ваше сердце расцветает любовью вы захотите обязательно делиться и вы должны знать где предел если вы осознаны вы знаете каков предел вы должны определить свои пределы даже в делении если вы делите слишком много вдруг вы не знаете ваша любовь превращается в привязанность вы говорите он с этим человеком я наслаждаюсь так много так много любви так много наслаждения целый день непонятно как быстро проходит время и возникает жадность завтра я снова хочу встретиться и быть вместе и ум говорит если ты так наслаждается с этим человеком почему не быть все время возникает ваша жадность и эта жадность вдруг вы не замечаете как вы привязываетесь и когда приходит любовь уже ушла в основном во всех парах все возлюбленные имеют вот этот финальный расчет что через некоторое время через несколько месяцев каждый возлюбленный в основном говорит куда ушли те золотые дни когда мы летали когда мы были так счастливы так радостны так наслаждались любовью мы заканчиваем свою любовь своими руками ум запрыгивает любовь становится привязанностью и привязанность не является любовью где вы чувствовали что вы хотите сделать отношения как только возникают отношения заканчивается любовь и может жить только в отношениях он хочет отношениях потому что он знает что там он сильнее так что мы должны учиться и для обучения мы должны быть наслаждаться наслаждаться своей любовью когда приходит любовь наслаждайтесь собой не нужно выбрасывать ее сделайте ее твердой внутри наполните каждую вашу клетку этой любовью и конечно если у вас есть очень много любви вы будете еще больше собой наслаждаться вам ничего не нужно никого не нужно будет у нас есть привычка быть с кем-то это самое трудное быть самому по себе быть самим собой самое трудное но если вы наполняетесь любовью и наполнены ее конечно вы начнете наслаждаться собой и если кто-то подойдет к вам хорошо вы будете наслаждаться вы будете делиться любовью затем снова возвращаетесь в свою комнату в одиночество и возвращаетесь к себе медитация обучает вас этому только этому когда вы с кем-то наслаждаетесь когда вы в одиночестве забываете всех только вы во всем мире существуете больше никого не существует на всем белом свете только тогда вы сможете наслаждаться и вся ваша любовь вернется к вам и вы будете намного больше наслаждаться собой и когда вы начинаете наслаждаться собой тогда вы ни в ком не тогда вы просто делитесь и тогда определенно ваша любовь не превратится в привязанность она будет останется любовью но это наша привычка и ум живет через привычки все время впадает снова снова в эту привычку и тогда все эти вещи начинают приходить и мы начинаем испытывать боль так что вы должны определить границу линию за которой любовь превращается в привязанность это очень тонкая грань вы не можете не заметить как вы пропускаете любовь любовь и вдруг вы соскальзываете в отношения все мастера против отношений все мастера при этом за любовь но мы думаем что наши отношения является любовь они это не называют любовь они говорят что это привязанность вы живете со своей женой и не чувствуете что она принадлежит вам очень трудно жить с женой с детьми и чувствовать что это не мой ребенок просто мы вместе это может случиться только когда вы начнете наслаждаться самим собой если вы хотите чтобы ваша любовь сохранилась вы должны начать с самого себя начнете любить себя и тогда ваша любовь превратится в деление и тогда вы очень хорошо будете знать вы будете знать вы видите когда любовь начнет превращаться в привязанность вы будете осознаны вы начнете возвращать и снова к любви если вы не понимаете когда вы приходите в привязанность Затем чувствуете боль, затем снова говорите, нет, я не хочу любви. Затем снова вы влюбляетесь через некоторое время. Это не впервые. Не то, что вы в первый раз в кого-то влюбились. Много раз это было. Внутри вы это очень хорошо знаете. Но привычка заставляет нас идти в любви сознательное. Это очень трудно быть в любви и не привязанным. Быть в отношениях и при этом не быть привязанным. Если вы понимаете это, вы есть Будда. Нет никакой разницы между вами и Буддой. Только это. Будда тоже живет с семьей. С людьми. Но как только он закрывает глаза, все заканчивается. Там никого нет. Он наслаждается самим собой. Весь мир заканчивается. И когда он открывает глаза, он начинает делиться. Делиться своей любовью. Делиться своим ароматом. Это искусство жизни. Правильное искусство. Когда вы в одиночестве, все заканчивается. Когда вы сидите в медитации, вы Будда. Посмотрите на статую Будды. Он как скала. Просто гора какая-то сидит. Никакого движения ни изнутри, ни снаружи. Все остановилось. И когда он открывает глаза, он становится как мира. Поет, танцует, делится, разговаривает. Но мы должны достичь совершенства в обоих вещах. В основном разговаривать и делиться легко. Весь мир этим занимается. Весь мир занят этим. Разговаривает без всякой причины. Сидит в поезде. Хочешь, не хочешь, кто-то придет и начнет тебя спрашивать, кто ты? А куда едешь? Женат ты или нет? Все вот эти вещи начинают спрашивать. Иногда вы даже показываете, что я не заинтересован. Не хочу разговаривать, но он нет. Начинает снова там. Иногда вы отворачиваетесь и не даете ему внимания. Он будет говорить, какой ты грубый, ты ненормальный человек. Почему ты мне не отвечаешь? Какой ты серьезный? Здесь все разговаривают, потому что внутри у них много этой болтовни, которую они хотят выбросить на другого. вы так оттягощены этими разговорами внутри, что вы хотите освободиться от этого. сначала вы должны стать пустым, пустым, опустошенным от ума, от мира, от слов, от мыслей. и вся эта пустота превращается в любовь. Вся эта энергия превращается в любовь. Вся энергия, которая до этого шла в мысли, превращается в любовь. Любовь очень тиха. Она наслаждается всем. Один ты в своей комнате наслаждаешься. Если кто-то есть там, тоже окей. Потому что вы с самим собой. Так что этой вещью вы можете научиться только когда начнете наслаждаться собой. Тогда вы сможете наслаждаться другими также. Никто другим не ослаждается, потому что никто не ослаждается собой. Сначала вы должны научиться наслаждаться собой. И очень правильно, если вы с собой не можете наслаждаться, как кто-то может наслаждаться вами, если вы беспокоен, нерасслаблен, ненаслаждающийся, и думаете, моя жена должна мной наслаждаться, или мой муж должен мной наслаждаться. Или мои родители должны быть, никто не будет вами наслаждаться, потому что вы сами собой не наслаждаетесь. Так что сначала вы должны научиться, как наслаждаться собой, потому что вы самый близкий к себе человек. Ваша любовь сначала сделает вас наслаждающимся собой. И тогда вы поймете это искусство, когда кто-то приходит, вы делитесь, когда никого нету, вы делитесь с собой, вы находитесь с собой. Тогда жизнь совершенна. Тогда вы можете наслаждаться внешним миром и внутренним. Когда вы одни, вы наслаждаетесь внутри, когда вы снаружи, в социуме, на работе, вы можете наслаждаться там тоже, потому что теперь вы знаете, как наслаждаться собой. Тогда будет правильно. Иначе обязательно ум завершит вашу любовь и превратит ее в привязанность. Самые лучшие вещи идут в ум и превращают ее в темноту. Самый лучший свет. И приходит ум и превращает ее в темноту. Так что я говорю, будьте в любви и также будьте с собой. Будьте с самим собой, в одиночестве. Наслаждайтесь одиночеством, тогда вы сможете наслаждаться другими так же. Тогда будет правильно. И это вы можете понять только через медитацию. Медитация научит вас, как наслаждаться собой и затем, как наслаждаться другими тоже. И тогда любовь не превратится в привязанность. Как только любовь начнет превращаться в привязанность, вы вернетесь к себе. Вы станете снова свежим. Придет новая любовь, свежая. Тогда вы наполнены, вы будете делиться. Если кто-то все время в любви, все время в любви, вы можете тогда делиться. Но это почти никогда не случается, что кто-то всегда в любви находится. Есть среди вас такой, кто 24 часа в любви находится? Какие-то иногда во время дня возникают такие моменты любви. Если у вас нет любви, я говорю, медитируйте. Медитация в ваших руках. Эта техника, другая техника. И когда вы делаете технику, и когда техника идет правильно, вдруг у вас начинает расти любовь. Вы будете чувствовать, что вы наполняетесь любовью, расслаблением. Вдруг радость начинает приходить. И тогда у вас будет что-то, чем поделиться. Сейчас у вас есть любовь, которую вы можете поделиться. Будете вы делиться или нет. Когда бы у вас не возникла любовь, любовь автоматически хочет распространяться. Даже вам не нужно говорить ничего. Вы будете просто сидеть в одиночестве в своем кресле. Но когда вы наполнены любовью, автоматически, говорите вы или нет, ваша любовь будет распространяться. Будете вы с кем-то или нет, любовь будет идти распространяться. Сама посередине. Сначала вы должны наполниться любовью. Но, как только вы говорите, что он будет моим, она будет моей, как только приходит мое, любовь уходит. Осознавайте, когда приходит это чувство мое. Когда вы говорите, эта женщина может быть моей женщиной, этот мужчина может быть моим мужчиной, поймите очень быстро, что ваша любовь скоро закончится. Что брак это самая худшая вещь? Нет, я говорю, ни отношения, ни брак не являются плохими. Они хороши в том смысле, что когда вы медитируете, вы наполнены любовью. Очень хорошо, что если будет кто-то рядом с кем, вы можете поделиться, может, это ваша девушка. Иначе, куда вы будете вкладывать свою любовь? Это хорошо. Предположим, что вы наполнены любовью, идете по улице, наполнены любовью. И вы хотите обнять кого-то. И вы хотите прикоснуться или обнять кого-то. Но если вы начнете обнимать незнакомца, они будут напуганы или почему-то меня обнимаешь, они будут разозляться. Даже если вы будете посмотреть любящими глазами на кого-то, он скажет, зачем ты на меня смотришь, ты кто такой? Он будет чувствовать себя странно. Но вашу девушку можете взять за руку, обнять, поговорить. Вот по этой причине это хорошо. Хорошо иметь девушку там, партнера, чтобы делиться. Даже если у вас нету партнера, девушки, но если у вас есть любовь, вы можете пойти к дереву и обнять дерево. Когда я делал медитировал, вначале я наполнялся. Я просто... Меня рвало от любви, я просто не знал, что мне делать. Я подходил, я обнимал дерево, долго-долго стоял так, как будто это моя девушка, как будто это мой партнер. А дерево, деревья очень открыты, они получают очень много. У них нет ума, они говорят нет. Даже девушка может сказать, нет, я не хочу. Если вы слишком много любите, она может испугаться, но дерево не боится. Цветы не боятся, природа не боится. Просто идите, псяьте с океаном, будьте и любите океан. Любовь примет всю вашу любовь. Океан примет всю вашу любовь и вернет она. Потому что нет ума. Нет того, кто бы отказал. В этом смысле, если у вас есть брак и если вы партнер, очень хорошо, но будьте осознаны, чтобы не привязываться. Отношения не плохие сами по себе, а привязанность. Вот что плохо. Она приносит вам боль. Я не говорю, не женитесь. Вступайте в брак. В один, два, три раза женитесь, никаких проблем. Но осознавайте, чтобы вы не привязаны. Если вы не привязаны, тогда жизнь будет прекрасной. Иначе брак превратится в ад. Брак сам по себе не является адом. Вот привязанность является адом. Ад в вашем уме. Сам по себе брак ничего не значит плохого. Женщина это женщина. Как вы поступаете по поводу, как вы с этим справляетесь, как только вы начинаете привязать, осознавайте. Я не говорю, не имейте там девушку или парня, не женитесь. Будьте, это ваша проверка, экзамен. Сможете вы быть в совершенстве или привяжетесь? Будете вы в любви или привяжетесь? Очень ясно вы увидите, в каком вы состоянии. Жена очень легко вам это покажет. Ваша медитация идет хорошо, вы чувствуете большое наслаждение, в хорошем настроении. Открывайте глаза. И приходит жена, и через минуту ваша радость заканчивается. Что-то заканчивается, что-то говорит, и у вас портится настроение. Так что она очень хорошая проверка для вас. Если вы преодолеете проверку своей женой, что ваша жена не может вас потрясти, вы поймите, что теперь никто с вами ничего не может сделать. Жена может поколебить самого большого медитатора. Отношения заканчивает ваше все. Если вы в отношениях не будете поколеблены, тогда никто во всем мире не сможет поколебить вас. Вы всегда будете в центре с самим собой. Будете центрированы. будьте в центре. Вы можете идти в отношениях. Будьте больше в центре. Это ваш вызов. Одна девушка, две девушки, десять девушек. Не проблема. Я должен быть в центре. Скажите себе. Но если вы не центрированы, соскользнете, вы начнете идти в любовь, в течь, она превратится в привязанность, привязанность превратится в боль, и тогда начнется вся эта драма. Все это кино начнется. И все проживают эту драму.